Всем привет, друзья мои! Это я, Светлана Ата. Сегодня очень заметно похолодало. Вчера такой был дождь, гром, молния. И расскажу вам о вебинаре теперь, что я думаю вообще, свое мнение о нем. Вчера розыгрыша автомобиля не состоялась. Его назначили на 20 декабря, 20.00. В инстаграме будет в прямом эфире. А также будет разыгрывать другие денежные призы. Но, в принципе, знаете, я эту ситуацию настолько отпустила, что это так, на всякий случай. Конечно, хотелось бы выиграть что-то, но сегодня выиграю. Я уже добилась результатов и много чего выиграла. Катюша объясняет это тем, что у нас же были фотографирования своего тела до начала марафона, в начале в самом. И сейчас после. И должны проверить на фотошоп, чтобы никто не подделал фотографии. А три тысячи участниц было в этом марафоне. Представляете, сколько нужно работать? На одного участника нужно потратить очень много времени и огромная команда, чтобы проверить задания, как отвечали, проверить посты. Это очень большая работа. Поэтому 20 декабря. Ну, 20-20. И то она, наверное, сообщила об этом почти в середине марафона. А потом рассказала нам, что она будет разыгрывать призы. Кто дождется между теми, кто дождется конца вебинара. Ну, вот и я сидела, но я зря время не тратила. Я рисовала нейрографику и подплекалась. Ну, так же она объявила вчера. О начале нового сезона. В начале нового сезона в декабре. О начале нового сезона. 19-го века. Новый марафон день. Но я уже все подумала, обдумала и решила, что для меня один марафон достаточно. Очень много времени приходится на него уделять. Это командная работа. Мы распределили нас, девочек, по группам, потом по тройкам. Идут сообщения в группах, сообщения в тройках, общаться между собой. Что как сделали, а что покушать, а что вы готовите. Очень много времени. Потом основной. Потом, наверное, пять этих каналов. И там надо ответить. И дополнительные тесты. И нужно на них тоже ответить. И сфотографироваться, что вы рисуете, снять на видео. Там и танцы были один день. А девчонки прям вчера писали. Говорят, давайте, говорит. Ой, мы хотим еще в следующий марафон. Мы так хорошо похудели. Мне не нужно чей-то контроль. Я сама могу запросто продолжать. И если я захочу похудеть, я сама похудею. Это стопроцентно. Мне нужно было просто направить со специалистами пообщаться. Вот как у нас был нутрицолог. Извините, мухи-то хлопает. Нутрицолог был. Доктор был. Психолог был. Много чего объяснил. И это достаточно. Я уже знаю для себя, что мне делать, как двигаться. Вот на два часа я вчера выпала из... Ай, от всех. Потом столько было сообщений, информации. И я вчера легла. Вот просто устала. Действительно, морально устала. И довольна, что все дозакончилось. И я вчера как и легла рядом с Ашкэмом, рядом там на диванчике. И заснула. Где-то после 11. Так хорошо не спала. Сегодня встала в 6.15. Бодрая, все. Сделала йогу. Очень много позанималась. И сейчас вышла на набережную в 11 часов. Почему? Потому что очень холодно. У нас было вчера жир. Я уже сказала, от дожди. Очень сильно. И видите, как я оделась. Хорошо, что я одела куртку. И капюшон накинула. Ветер очень холодный. И даже жалею, что две пары спортивных не одела. Да, похолодало в Мерсине. Уже на набережную не выйдешь просто так. Но если только по делу. Но для меня это не будет проблемой. Что-то я раздевалась. Ой, не знаю. Куда сглазит меня? Вот вчера мимоходом прочитала ваши комментарии. Некоторых даже отвечать не собираюсь. Такие глупые вопросы задают. И вообще хотят опять-таки уколоть, как-то унизить, обидеть. Вот что-то сказануть. Просто хочу сказать, что я никому ничего не собираюсь доказывать и оправдываться. Я живу своей жизнью. И все что вы меня там подкалываете, что я все время говорю, что я успешна. Я успешна и в чем, мои дорогие? То, что я, переехав в чужую страну, нашла себя в этой стране. И я горжусь этим, что я успешная. Это не касается то, что я в бизнесе, там, 15-го лидерского уровня. Нет. То, что я изменила вообще полностью свою профессию. Нашла любимое хобби. Занимаюсь собой. Вот мой успех в чем. Успокойтесь вы уже. Хватит меня косточки перемалывать. Господи. Займитесь уже своей жизнью. Не хочется вас блокировать, блин. Поэтому мне очень много терпения. Ну, займитесь, прошу вас. Посмотрите на себя и не сравнивайте меня ни с кем, ни с другими блогерами. У кого сколько подписчиков много, у кого нет. Я никуда не тороплюсь и живу как хочу. И когда хочу, делаю видео. Когда не хочу, ни от кого не завишу и никому не подчиняюсь. Ну, что же за люди такие, боже. Мой блог, каждодневный блог. Кому-то не нравится моя кухня и набережная. А что вам показывать? Ну, я вам все показываю, что моя душа желает. Если вам нравится что-то другое, уходите, пожалуйста, с миром, по-доброму. Уходите. Не смотрите меня. Отписывайтесь от меня, мои дорогие. Ну, прошу вас. Ну, не покажу я вам то, чего вы ожидаете. Ни Африку, ни Америку не покажу я вам на своем канале. У меня был свой... Своя жизнь течет своим руслом, как говорится. Своим чередом. Моя жизнь течет своим чередом. Я очень занятый человек. Вот только у меня есть утром уделить себе какое-то внимание и время, отдохнуть морально, зарядиться энергией. И целый день я пашу, как пчелка. Я пашу, получаю кайф от своей работы. То, что я делаю, то, что я творю, с кем я общаюсь. Я не живу на показуху. Я проживаю той жизнью, простой жизнью, да. Жизнь простой женщины. Успешная, потому что я не впала в депрессию, не уныла, не завидую никому. Обрела свое счастье женское, почувствовала за мужем себя. Вот в чем успех. У меня есть любимое хобби, любимое... Вот два много... Много хобби у меня любимых. Появились новые друзья, достойные, похожие на меня, единомышленники. Конечно, самый первый друг – это мой муж, это мое все. Мой папа, мама здесь, все. Слава Богу. Слава Богу. Мы нашли общий язык все-таки уже скоро. Сколько мы вместе, Боже? Четыре года официально. Ну, уже пять-четыре года официально, скоро будет. Четыре с половиной года мы вместе с Ашкэмом. И наших ссор и скандалов вы точно не увидите, но я так думаю. Ну, а если будут ссоры и скандалы, знаете, какой я человек? Я терпеть не собираюсь. Я вышла замуж, чтобы быть счастливой, наконец-то. Он это все понимает и избегает этого всего. Потому что он умный мужик. И не дает никому возможности плохо со мной обращаться. Многие еще спрашивают меня насчет узлем. Где она потерялась и все. С моей заловкой все в порядке. Она категорично не хочет выходить на камеру. Я уже сколько раз сказала. И я решила, что лучше. Я никого-никого не буду показывать. Потому что какие-то комментарии там были. И есть такие люди, которые нехорошо себя ведут. И я не хочу, чтобы у меня портились отношения с родственниками. Потому что были там такие комментарии в сторону моей семьи, моего мужа. И был очень неприятный момент. И, слава богу, все успокоились, все поняли. Кто это вы, которые пишут. И все стало хорошо. Но я приняла решение, что я никого не буду показывать. Потому что этого не стоит делать. Да кто показывает? Меньшество блогеров показывает свою жизнь. Действительно. Жизнь мужа показывает семью. Очень мало. Потому что это все вредит. Это я уже в этом не сомневаюсь даже. Поэтому вот смотрите меня, мою жизнь. Вот эти пальмы красивые. Вот это море. Цветочки. Некоторые отдыхают, получают удовольствие. Но о которых это все есть, смотрите других блогеров. И живите счастливо и спокойно. Наслаждайтесь жизнью других блогеров. Если сами вы не знаете, как жить. И не учите других, пожалуйста. Что касается подколов в сторону моего бизнеса. То, если вы трезво рассуждаете вообще, то вы должны понимать то, что я предлагаю. Это будет все надежно. Ну почему? Ну посмотрите сами, посудите. Три года уже прошло, как я здесь. Но если бы было что-то плохо, ну неужели бы я не искала другой бы вид заработка? Ну подумайте. Лохотрон, пирамида, это пускай остается при вас. Как хотите, так и думайте. Я никогда не собираюсь никому доказывать и никого насильно не звать. Кто хочет так же начать изменять свою жизнь, зарабатывать, вот тех научу. И то я уже выбираю свою команду людей. Я не выбираю любых желающих. Мне нужны такие же, как я, уверенные и идущие к своей цели, чтобы вы знали. Три года я уже в этом бизнесе, а этот бизнес, 12-й год на рынке. И мы развиваемся, развиваемся. Сейчас очень многие люди заняты криптовалютой. Это тоже бизнес онлайн. И мой бизнес, мой бизнес, золотая платформа Гегуэс выпустила свою криптовалюту. У нас свои ценные бумаги. Подумайте о ценности платформы. И криптовалютой, и ценной бумаги все подкреплены золотом, защищены, чтобы вы знали. Так что подумайте над своими словами, когда вы пишете что-то. И почему я рекламирую? Потому что я хочу, чтобы многие из вас, кто хочет, кто ищет. Я не говорю, кто у кого есть работа, бросайте и бегите. Нет, ни в коем случае. Кто ищет заработок в интернете, я с удовольствием научу. Мой бизнес не для каждого подходит. Кому-то нужно заниматься уборкой, чистить, убирать улицы, подметать. Кто-то должен работать на полях. Кто-то должен выращивать фрукты, овощи. Кто-то должен работать и в больницах, помогать людям. Кто-то должен строить дома. Ну, а те, у кого, которым надоело мои предыдущие варианты заработка работы, и подумали, что хватит, пора жизнь менять в сторону будущего, а не жить с сегодняшним днем. Получили зарплату и все, ее нету за секунды. А вкладывать в себя, пока сейчас есть возможность, в свое будущее по копеечке. Вот тех людей я приглашаю к себе. Так что, мои дорогие, я буду говорить об этом бизнесе, потому что он очень многим помог. В моей команде, кто находится, они, купив ценные бумаги, знают, что скоро их продадут. Их многие великие мечты все исполнятся. Так же и мои. Так что, всего вам хорошего. Много наговорила вам. Ну, а я пошла туда. Представляете, сколько мне идти сейчас? К моему любимому мужу. Мои дорогие любимые. Обожаю вас. Люблю. Моих подружек. Тех людей, которые постоянно со мной. Уже на протяжении стольких лет. Спасибо вам большое. Благодарю вас. Боюсь сейчас всех кого-то перечислить. Вдруг забуду, и это будет неприятно для кого-то. Вас же очень много. Из 12 тысяч. Очень много. Так что, всего вам хорошего. Как вы знаете, целый месяц я не прокушала сладости. И так захотелось мне. И посмотрите, что я приготовила. Приготовила себе кекс. Из нутовой муки. Из дута, кураги и орешек. Сейчас попробую на вкус и скажу, вкусный или нет. Горячий только спекся. Здесь нету сахара. Соли нет. Здесь яйцо, йогурт, ванилин, разрыхлитель и йогурт с содой. Чуть-чуть я добавила, чтобы чуть-чуть поднялся. Какой вкусный. Естественно, можно было побольше пекмеза добавить для сладости. Но для меня пойдет. Интересно, сейчас покажу Ашкему. Как он отреагирует. Знаете, что я и думала? Иногда хочется же хлебушек. Я буду печь хлеб из горуховой муки. Мои некоторые подписчики скажут, опять она показывает свою кухню. Задолбала уже. Но, к сожалению, я веду влоги каждодневные. Поэтому я показываю. И хочу поделиться, что я готовлю. Я всегда готовлю каждый раз разное. Вы сами знаете. И сегодня приготовила горошек такой овощной. И вот полезное питание. Самое поле полезное. Суп еще вот мой муж ест с удовольствием. Ну, а я испекла же свой кусочек, этот сладость, кекс. Вот не хочу. Так наелась им. Приятного ему аппетита, мои дорогие. Как вам мой рисунок. Красивый, правда? Мне очень понравился. Так что теперь можно спокойно идти и ложиться. Всем спокойной ночи, друзья мои. Сладких снов. Сладких снов.